Всем доброе утро! Вышла из метро, иду на работу. У нас сегодня такая прохладная погода. Минус три. Снежок растаял уже давненько. Но сегодня было все время пасмурно, а вот сегодня солнышко. Но прохладно очень. Недавно заходила в магазин, купила, как я называю это, меня, купила перчатки. Я называю это «Меня они сами нашли». В общем, такие вот перчатки очень удобные. Вот там, где вышит на пальчике цветочек, это можно использовать для сенсора. Для сенсорного телефона. На двух перчатках, на большом пальце и на указательном. И вот я смеюсь, говорю, если бы мне нужно было найти такие перчатки на рынке, то я бы их искала, искала и не нашла. А так, зашла в магазин вообще совсем за другим. Я покупала себе брюки. И мне продавец говорит, у нас есть вот такие перчатки. Я, конечно, обрадовалась, это очень удобно. Телефоном сейчас пользуются все, а руки мерзнут. И купила вот такие себе перчатки. Обмен валют. Доллар 41 гривна. Продажа, покупка 39. Евро 41,50. Продажа. На одном уровне. Евро и доллар. В Харькове пробки. Перешла дорогу, зашла в более тихий переулочек. Там, конечно, есть одна дорога через парк, а есть другая дорога с другого метро по улицам города. И еду. Холодно очень. На голую землю такой морозец. Зато вся вот эта слякоть, которая была под ногами, она вся вымерзла, что ли, как ей это сказать. И теперь хорошо, чистенько идешь на работу. Не зашлепанная. У меня еще такая проблема. Я зашлепываю сзади ботинки. Тут как раз так нормально идешь, хорошо, чистенько. Сижу уже на работе и немножко расскажу о том, что я шью. Это женский кафтан из шинельной шерсти. Шерсть довольно мягкая, не сильно такая дубовая. Но она очень колючая. Это натуральная собачья шерсть. В общем, такая очень достаточно колючая. И шерсть из нее сыпется хорошо. И знаете, что самое интересное? Получается так. Я, допустим, шью этот кафтан. И девочка, которая сидит рядом со мной через стол, у нее, допустим, что-то белое. Очень часто так совпадает. Шерсть очень сыпется. И получается, что и ее белое, и мое рабочее место, и ее рабочее место. В общем, полностью засыпано вот этой пылью, в которой выпадают волосинки из этой шерсти. Вот это, конечно, большой минус. А так очень даже теплое получается изделие из этой ткани. Но это же все-таки средневековая одежда. Не для носки в повседневной жизни. Ну, кто заказывает, тот знает, для чего он заказывает. Мы обычно выпады этой шерсти используем на стелечке. Вообще, хотелось сейчас рассказать. Как раз в этот момент, когда я шью, мы в цеху разговариваем с девочками. И задался один вопрос. Девочки, как вы вообще пришли в эту профессию? Ну, очень многие начали рассказывать, что не были швеями и не учились на швею. Ну, как бы у каждого свой путь прихода в эту профессию. И вот я посчитала, что это очень интересная тема. И решила рассказать, как я пришла в эту профессию. Я училась на швею. И самое, что интересно, с самого детства я шила всегда куколкам всяким, маленьким барби, пупсикам изделия. Вот, платьюшки, юпочки, там вот все это очень любила шить. И у мамы были такие большие отрезы ткани, красивые. Они мне очень нравились. Но мне нужно было к нему получить как-то доступ. И я же думала, что если я отрежу кусочек, то этого никто не заметит. Ну, как назло, отрезав кусочек, всегда валялся маленький отрезочек, маленький от этого кусочечка, который я отрезала, из которого я пошила куколке платье. И мама всегда замечала, из-за этого, ну, как бы рухалась, конечно. Потому что она рассчитывала там пошить платье. Ткани раньше были дефицитом. Для чего-то она там покупала эту ткань. Трикотажи у нее были такие красивые. На то время красивые. Ну, в принципе, и сейчас они тоже выглядят неплохо. И остались у нас некоторые отрезы. Просто они очень синтетические. В 90-е годы это были синтетические. Больше ткани для футболок, для лета, для платья. Больше, конечно, подходит хэбэшный трикотаж. Ну, и вот я шила. И как бы мне это очень нравилось. Ну, а потом вот в пятом классе или в шестом, когда начинаются труды, случился вот такой казус. Учительница начала нам рассказывать. Было у нас построение фартука. Фартук, нижнюю часть фартука, вот эту юпочку мы построили. В общем, на доске она все объясняла. А вот верхнюю часть, она, вот этот квадратик, который был, она назвала это полочкой. То есть, меня это ввело. Там крутнулось, там послушала учительницу, там кто-то отвлек. И меня это ввело в непонимание. И я не поняла вообще, о каких полочках идет вообще речь на уроке трудов, если мы занимаемся фартуком. Пришла домой, помню, как сейчас спрашивала у мамы, как вообще называется вот эта часть верхняя на фартуке. Мама говорит, ну, по-разному называют. Называют лиф или передняя часть. Но о том, что называют полочкой, я как бы конкретно не спросила, что такое полочка. И тут я еще больше запуталась, что такое полочка, лиф и передняя часть. И как-то меня это ввело в заблуждение. Потом дальше мы начали строить так тяжелое такое платье было. И там еще запутание. Там была спинка и опять какая-то полочка. Почему не назвали период? Почему? Ну, все шло по терминам. А термины не выучили и не записали, что это, как это. И меня тут ввело еще большее в заблуждение. Ну, на этом как бы ладно. Пошили. Были у нас такие ножны из швейной машинки. Пошили. Фартук получился. Но где-то какой-то пунктик уже стал. Что такое полочка. И причем тут какие-то полочки, на которых хранятся там сувениры, к фартуку. Это было первое непонимание, с которым я столкнулась. И как-то труды прошли. Забылось это все. Но желание шить не появилось. Потом мне было лет 13-14. У меня подруга где-то нашла учительницу. Ну, такая женщина, которая, видно, жила на... Сейчас я это понимаю. Жила на пенсию. Когда-то она умела шить, кроить. И вот она решила взять двух девочек под курсы, чтобы научить их шить. Но тоже придя туда, эти курсы эти проходили у нее на дому. Придя к ней домой, мы не... Ну, так вот терминологию тоже не очень прописали. И опять я столкнулась с тем же самым, что я... Опять же, это полочка. Опять она еще так рассказывала. Полочка, лиф. Думаю, это спинка. Полочка, лиф. И помню тоже это непонимание. Когда вот она рассказывала, думаю, две детали. Полочка, лиф. Это впереди, наверное, вот одна часть называется полочка, вторая, лиф. В общем, вообще, каламбур в голове. Проходив несколько занятий туда, я решила больше туда не ходить, потому что ничего не понятно. Ну, на этом все и закончилось. Мои уроки. Ну, тут пришло время поступать куда-то. Я ушла после девятого класса, пришло время поступать. Я поступала в один техникум и не прошла туда по баллам. Мне не хватило один или два балла. Я ходила на подкурсы там, но вот не срослось. И все равно надо куда-то поступать. И мама мне предложила, «Хочешь, пойдешь вот на швею». Говорю, «Мам, я там ничего не понимаю. Это ты понимаешь. Я ничего не понимаю». А мама у меня с самой молодости своей, она шила себе без образования, но все шила. Как бы обшивала платье себе. Маме это было понятно. И она говорит, «Хочешь, вот пойдешь на швею». Я, в общем, не очень соглашалась, но мама, казалось, у меня была хорошим психологом. И она говорит, «Аня, вот пойдешь, и там будут платить тебе стипендию». Маме нужно было, чтобы я куда-то поступила после девятого, потому что смысла не было сидеть в одиннадцатом классе. «Вот пойдешь, и там будут платить стипендию». Я, конечно, на это очень повелась. Мне это очень понравилось. Я была готова учиться там, все понимать. И лишь бы, чтобы мне платили стипендию. Но тут еще как бы большой плюс был, что стипендию платили до Нового года. Я не знаю, сейчас так платят или нет, но платили до Нового года. И после Нового года нужно было заработать эту стипендию, отучившись хорошо первый семестр. Я всеми правдами и неправдами, я уже не помню как, но помню, что договаривалась, бегала с учителями, лишь бы поставили оценочку по каким-то предметам, по которым мне не очень хотелось учиться. Там, к примеру, математика, физика, потому что было неоконченное среднее образование после девятого класса. И там, где я училась, на дневной форме, нужно было заканчивать. Там была и физика, и химия моя ненавистная. И приходилось договариваться. Все договаривались с учителями, бегали. Но стипендию получали многие, кто, конечно, хотел. Для меня это был большой стимул. А еще, придя 1 сентября, учиться нам сказали, что на то время стипендия была 17 гривен, когда я поступала в августе. А придя в сентябре месяце, нам сказали, что стипендия будет 34 гривны. И это, конечно, был, представьте, какой джекпот, когда 34 гривны. Мы, конечно, с у меня подружка была, и мы шиковались с ней на эти 34 гривны. Мама мне сказала, я забирать ее не буду, это твоя стипендия, лишь бы был у меня стимул. И мы на эти 34 гривны придумывали себе всевозможные развлечения. Тогда только, можно так сказать, в новинку был Макдональдс. И мы туда ходили. Эконом пропозиции в Макдональдсе. Мы могли себе позволить 5 эконом пропозиций в месяц, 2 губные помады, тени. В общем, что еще нужно было студенту, которая после 9 класса начала ездить, учиться. В общем, так и прошло мое обучение. Но уже придя, конечно, учиться на швию, то там нам, конечно, разжевали полностью, как говорится, разжевали и в рот положили. Что, где полочки, там, ну, очень у нас был хороший технолог, и она нам вдалбливала все это в голову. И все, в общем, с технологией и с возможностями всякими пошива изделий. И у меня, конечно, все это сложилось. Ну, всем, вот такой у меня был путь обучения на швию. Если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, если вам интересен мой канал, спрашивайте, если вам что-то интересно, буду рада рассказать. Уже дома. и сейчас буду готовить, вернее, запекать, ну, готовить, запекать картофель в вот такая вот у меня стеклянная форма в духовке. Картофель уже начистила, уже греется сковорода с подсолнечным маслом. Зажарю чуть-чуть фарш, как бы до полуготовности. И потом лук, морковь нарежу, все в специях, соль, перец, специи, кто как любит. И все это смешаю с картофелем и положу форму и отправлю в духовку. Такой простой рецепт, очень вообще легкий, но получается все очень вкусно. Фарш поджарила до полуготовности, чтобы так был. Хотя что там жарить фарш, он уже почти готов. Если его бросить в картошку, то будет такой запах поджаренности. Вот именно хочется поджаренности. На выходных делали тоже такую картошку и были кусочки мяса. И мы эти кусочки мяса порезали, обжарили, а все остальное, которое было мясо, перекрутили в фарш. И теперь получается, что нужно было, ну как бы мы не собирались еще раз готовить эту картошку, но сам факт того, что лучше бы было, конечно, если были кусочки мяса. фарш то же самое мясо, только перекрученное. Так, нарезаю лук и нарезаю морковь. Лук режу приблизительно, если он так небольшой, то полуколечками, если большой, то на 4 части. В общем, только что такая ситуация произошла. И смешная, и не смешная. в общем, но все почему-то обиделись. Значит, я пришла с работы. Ну, хочется отдохнуть, поужинали и разговариваем за столом. Значит, сейчас приготовим картошку или там кашу сварим, что завтра обратно на работу. Ну, решили, что приготовим еще раз картошку запеченную. Ну, хорошо. Мама со своей стороны хочет мне помочь, потому что я целый день была на работе и чтобы я не готовила. Максимально облегчить мне мою участь на кухне. А я хочу отдохнуть и потом сама приготовить эту картошку. Я говорю, я приготовлю сейчас. Ну, уже как бы на часах полвосьмого. Мама сидит на кухне, она переживает, что я с работы пришла. И слышу, она уже чистит картошку, но тем самым, вроде бы, как меня подгоняя. А я думаю, ну, сейчас чуть-чуть и пойду приготовлю. Говорю, я хотела сама. Она говорит, а я хотела тебе помочь. В общем, поругались. Мам, я знаю, ты меня смотришь. Не обижайся. Просто я хотела сама. Я тебе так сразу и сказала, что я хотела сама. Ну, а мама как бы из лучших побуждений порвалась за то, кто будет чистить картошку и кто будет из-за того, чтобы мама мне не помахала. Вот так. Ой, те. когда много человек на кухне, вот так вот и получается. Тут уже пошла, спрашиваю, говорю, где фарш стоит. Мама уже сидит обиженная, уже всё. Ну, ладно, это небольшая проблема. Всё решится. Ой, у нас везде выключают свет без конца. У нас на посёлке, как так, посёлок, большой посёлок и разделён железной дорогой. Вот по одной стороне железной дороги и по другую сторону два посёлка. До школы Владе идти 15 минут, если так, из домой идти в школу. У нас на посёлке три школы в разных сторонах. И вот приблизительно к каждой школе к одной минут 15 идти, к другой минут 20 и к другой минут тоже 20. Мы так живём. и вот в той школе, в которой она сейчас учится, отключают свет. Мы как бы два разных посёлка, чтобы через железную дорогу перейти. и перейти туда, к школе. Это два разных посёлка. Ну, посёлок один, просто он разделён железной дорогой. Лук режу, бегут слёзы. И на той стороне посёлка, получается, выключили свет до двух часов. У нас сегодня вроде бы не трогали. Ещё не выключили, слава Богу, не выключали свет. Ну, в общем, с этим светом ни дети не учатся, ничего. И у некоторых выключают в городе на очень долгое время. Говорят, там, в полдесятого выключили утра и в полшестого вечера ещё нет. В общем, такой график. По графику всё должно быть не больше четырёх часов, а получается, на самом деле, что его выключают практически даже на девять часов. У нас вот на той неделе не было света, тоже очень долго, почти сутки. Больше, чем сутки, получается, 27 часов. А у людей, девочки с работы пришли и вот рассказывали, что 36 часов не было света. В общем, вот такие. И сегодня мы раньше с работы ушли, в четыре часа выключили свет, мы работаем до пяти, в четыре часа выключили свет. Как это будет дальше вообще непонятно, не знаю. Нам нужно было уходить на транспорт, на маршрутке, чтобы доехать до дома. Сейчас картошку возьму. Говорю, картошку возьму, лук кусочками остался. Порежу сюда картошку. И нам нужно было уходить раньше и буквально мы не доработали минут двадцать до окончания нашей рабочего времени. А вообще мы вышли по улице, в некоторых местах есть свет, в метро был свет, у некоторых слышно генераторы работают по одной стороне, короче вообще непонятно как это там такие длинные списки в Убл Энерго как заходишь на сайт график выключения там мелкими вот такими дрибатушечками написано все написано и расписано где по каким улицам все это будет выключаться там в начале улиц там в конце там с 2 до 16 там ну короче вот такое вообще не поймешь как его выключают где его выключают какой график если обещают на 3 часа на 4 а выключают вообще надолго боимся сглазить хоть на работе не выключали свет учиться как бы работать ой не знаю морковка какая-то не режется морковь 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 нарезаю вот такими вот кубиками не не кубиками а такими полуколечками тоже смотря какого размера морковь здесь самое вот такое в этом рецепте нужно нарезать нарезать смешать и отправить духовку и духовка уже все все испечет она уже там сама знает что делать с этим светом замучаться можно если люди конечно подготовились к зимнему сезону но в основном чем подготовились люди посначала с февраля месяца просидели дома потому что невозможно было работать многие потеряли работу у многих сократили на свой счет вроде бы как и числятся они сидят на своем счету и не платят деньги и такие выплачивают суммы там одну третью ставки даже не знаю на еду даже не хватит чтобы такие суммы зарплаты выплачивают вроде как и платят ну мы же вам даем там чтобы с голоду называется они не умерли на самом деле это такая мелочь просто просто из-за что людям готовиться к зиме если обыкновенный генератор сейчас выросли они и были по немаленькой цене а сейчас вообще цена выросла сумасшедшие цены котлы твердотопливные это хорошо если есть где их поставить и а если нет а если люди в квартирах вот выключают свет и сразу сбрасывают насосы тоже не работают на тэц если свет выключают там какая-то прилет к примеру ракетные удары по тэц и все и сбрасывают насосы свою мощь и люди сидят в квартирах в холодине это просто страшно так лук морковь картофель все это специями можно про ой а тут нету в этой баночке уже закончились надо наполнить у меня вот хмели сунели мы любим специи у нас вкусненько перчик можно просто перец соль перец или те приправы которые вы любите кориандр я его вот кориандр люблю но не во всех молотый у меня кориандр не всегда но это про слад брошу перец горошек называется блюдо называется пряник засыпанный всякими специями соль сейчас достану в пакетике у меня лежат я покупала давно к мясу я их эти приправы везде кладу к мясу и вот не помню по-моему к шашлыку две разные приправы понемногу все это перемешать надо маловато соли положила можно еще добавить перемешиваю можно сюда какие-нибудь просто сейчас нет у меня копченостей можно копчененького что-нибудь положить такого-нибудь мяска будет очень вкусно если все это будет отдавать копчененьким сюда добавляю обжаренный фарш ой пробовала пробовала на соль и где-то попался большой кусочек перца печет я вот так разжевала и глотнула слезы потекли можно место фарша добавлять фарш вообще не добавлять никакое место мяса можно просто колбаску порезать и запечь это все с колбаской тоже очень вкусно по-всякому делаем это очень такой простой рецепт что находится и как вы в в и в в и и в и и и и а и и Продолжение следует... И теперь нужно залить водичкой. У меня уже такая водичка тёпленькая, горяченькая даже можно так сказать. Я приблизительно заливаю половину этого блюда. Блюда высотой. И вот половину я заливаю водичкой. Вроде бы ничего не забыла. Нужно теперь добавить кусочек масла. Это всё для вкуса. Когда я обжаривала фарш, я обжаривала на маленьком количестве подсолнечного масла. Поэтому оно у меня не сильно жирненькое. И чтобы было вкусненько, добавила немножко маслечка. И потом в конце, уже минут, когда готовая будет картошка, достаю из духовки и засыпаю сыром. Всё это с твёрдым сыром. Красивенько оно так всё оболакивает. И получается вкусненько. Но где-то через полчаса, смотреть как закипит водичка, минут 15 пусть покипит, минут 20. И достать форму эту и перемешать хорошо. Потому что здесь внизу будет сваренная картошка. А здесь вот вверху будет сырая картошка, даже если она будет накрыта крышкой. Всё перемешать и отправить дальше готовиться в духовку. Всё у меня сейчас тушится. Аромат стоит просто обалденный. Смотрю, что под глазами чёрные круги. В уголочке глаза, вот здесь вот, чувствую, что-то чешется. Чешется, чешется, а потом смотрю, аж болит. И я думаю, что меня, наверное, где-то продуло. Ну, где меня продуло. Сегодня чуть-чуть похолодало. Я вроде бы и целый день в капюшоне, но видно, как где-то просквозило. И вот здесь в уголочке, в общем, как говорится, этого мне ещё и не хватало. Это в уголочке болит. Это всё тру-тру-тру. Лада говорит, мама, у тебя что, ячмень? Говорю, ты что, не хочу этого вообще. Она мне всё бегает, знаете, такой народный способ лечения. Без мази и без всего она мне бегает. Дульки в глаз показывает. Достаю из духовки. Ох, тут прям ароматы. Опа, опа. И сейчас всё перемешаю. Ммм, просто, просто песня. Попробую на соль. Ну, вот получается такая в духовочке. Ой, тушёная картошечка. Просто обалдеть. Пахнет. Ну, как бы, вкуснее, конечно, всё это, когда мяско обжаренное, а не фарш. Но с фаршем тоже очень вкусно. Картошечка уже готова. Сейчас возьму нож. Попробую. Готово. Что, прям вся. Честно говоря, очень быстро. Как-то неожиданно. Да, прям вся картошка готова. Интересно. Горячая. Ммм, вкуснющая. Посолим. Вроде бы хватает всего. Да. Ммм, вообще, класс. Ну, значит, засыпаю сырочком и отправляю в духовку. Ммм, вообще, слушайте, вкуснотища. Хоть садись сейчас и кушай. Знаете, что я забыла? Всё, думаю, чтоб не забыть, чтоб не забыть. И забыла положить зелень сюда. Какую-нибудь зеленушечку бросить. Ну, ладно. Ничего страшного. Мне уже вкусно. Даже без зеленушки. И отправляю в духовку минут на 10. Чтобы расплавилась и прокипела без крышки. Картошка просто класс. Ещё даже подкипает. Только-только достали из духовки. Вкусненькая получается. Сочная. Аромат на весь дом. В общем, очень лёгкий, простой рецепт. Всем советую. На этом буду с вами прощаться. Всем желаю мира, добра. Всем пока. До встречи в новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok